Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Яхта «Парус» и дух победы. В Самаре прошла регата памяти Владимира Высоцкого. В этом году в соревнованиях впервые приняли участие юные спортсмены. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор портала про школы Алиса Денисова оценили готовность нового корпуса общеобразовательного учреждения в микрорайоне Южный город. Школа рассчитана на полторы тысячи мест. В данный момент идет оснащение классов современной мебелью и оборудованием. В новом корпусе создано 68 учебных кабинетов, в том числе профильные классы физики, химии, биологии, информатики, а также четыре кабинета технологии. Есть три спортивных зала, две столовых, актовый зал, конференц-зал и зоны для проектной деятельности, медицинский блок и многое другое. С 1 сентября в здании начнется образовательный процесс. Все классы уже сформированы. Сейчас идет активная фаза подачи заявлений от выпускников девятых классов. Напомним, возведение образовательного учреждения началось в июне прошлого года в рамках государственно-частного партнерства по нацпроекту «Образование». Как идет ход капитального строительства пищеблока в самарских школах, узнали депутаты городской думы. Они провели выездное мероприятие с участием комитетов по образованию строительства Депутатского объединения «Единой России». Где укладываются в сроки, а где идут составания, мы расскажем в нашем сюжете. Проверить, укладываются ли подрядчики в сроки. Депутаты городской думы провели выездное мероприятие с участием комитетов по образованию строительства Депутатского объединения «Единой России», общественников и молодежного парламента. Сегодня они объехали школы, в которых ведется капитальный ремонт пищеблоков. На работы заложено около 65 миллионов рублей. Из них 42 выделил регион, остальные – средства городской казны. На эти деньги в 10 школах города сделают ремонт в столовых, закупят мебель и установят современное оборудование. В том числе пара-конвект-автоматы, которые позволяют готовить пищу на пару. Почти во всех учебных заведениях ремонт на завершающей стадии, чего не скажешь о 114-й школе, расположенной на улице Дыбенко. С подрядчиком будут проведены дополнительные встречи. У нас есть ресурсы и полномочия, чтобы поправить и заставить. Ответственность перед государством, перед бюджетными деньгами, она должна быть. У кого не сформировано, мы поможем. Работы во всех школах должны быть завершены в первой половине августа, чтобы учебные заведения успели пройти приемку к 1 сентября. Виктория Шарая, Николай Сидоров, События. Губернатор Дмитрий Азаров встретился с участниками молодежного форума ПФО «Иволга». Главная тема форума в этом году – организация событий. Участники занимаются по восьми образовательным программам. Глава региона проверил условия, созданные на форуме, побывал на площадках и пообщался с ребятами. Большой интерес вызвала представленная выставка научных достижений. Участники «Иволги» рассказали Дмитрию Азарову о своих научных открытиях и разработках, среди которых экзоскелет для реабилитации больных с ограниченными возможностями движения, функциональные протезы кисти и рук, синтезаторы металлических наночастиц, проекты, касающиеся сельского хозяйства, аэрокосмической сферы и других направлений. Шаг к бизнесу делают самарские студенты в городском бизнес-инкубаторе. Подобные форумы для начинающих молодых предпринимателей проходят регулярно. Серафима Седокова пришла на семинар «Шаг к бизнесу», чтобы узнать, возможно ли быстро и легко открыть свое дело в Самаре. Студентка планирует накормить вкусными пирогами и ватрушками всех горожан. Я с детства хотела открыть свою маленькую пекарню, потому что я помню, я вот в детстве ходила, и там было весь день, ну, не очень вкусно. Я такая вот, я вырасту, у меня будет самая вкусная пекарня, и там всегда будет, ну, свежая выпечка, и там семейные, ну, семьи будут туда ходить, радовать своих детей, и там будет только смех и счастье. Арина Акаева учится на врача, она потомственный медик, и еще прадед служил в царской армии фельдшером. Арина после института будет хирургом. Кроме этого, она мечтает заняться бизнесом, продавать медицинское оборудование. Как открыть свое дело, пришла узнать в самарский бизнес-инкубатор. Отработаю, некоторое время я познаю, какие могут быть нюансы, что лучше всего продавать, что требуется больше в больницах, и после чего начну уже пробовать открывать бизнес. Чтобы не заблудиться в бизнес-идеях, правильно рассчитать план реализации своего дела, получить бесплатные консультации у юриста и бухгалтера, в Самаре работает бизнес-инкубатор. Для начинающих предпринимателей здесь регулярно проходят форумы. Шаг к бизнесу рассчитан на студентов. Это уникальная возможность абсолютно бесплатно услышать спикеров, причем спикеров не теоретиков, а практиков своего дела. То есть здесь очень много теории и очень много практического материала, когда молодые предприниматели, начинавшие свое дело с нуля, делятся опытом, рассказывают своего рода историю успеха. Прошло то время, когда, чтобы открыть свое дело, нужно было уже на старте кредитоваться или брать в долг у друзей. Сейчас работают многоступенчатые государственные меры поддержки. Защитив бизнес-план, молодой предприниматель получает гранты от городской администрации, губернатора и президента. Рассчитывать можно на полмиллиона рублей. Но и работающих бизнесменов городская власть всячески поддерживает на плаву. Выдаем гранты на возмещение уплаченных процентов по кредитам. То есть это такой вид поддержки, который очень востребован, и грант невозвратный, поэтому бизнесу он нравится. Возможно, в следующем году мы введем еще один вид финансовой поддержки. Сейчас как раз мы работаем в этом направлении. Мы тесно взаимодействуем с бизнесом, запрашиваем у них информацию, чтобы им было интересно в настоящее время. Заинтересован в развитии малого и среднего бизнеса в регионе и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Региональный центр развития предпринимательства, постоянный участник форумов в городском бизнес-инкубаторе. Сегодня студентам рассказали, что в Самаре работает два центра «Мой бизнес». У нас в Самарской области созданы институты развития. В 2019 году, благодаря национальному проекту поддержка предпринимательства и предпринимательской инициативы, были созданы центры «Мой бизнес», которые объединили всю инфраструктуру, начиная от консультационных услуг, заканчивая финансовыми услугами. И все эти услуги абсолютно бесплатны. В прошлом году только в Самаре предпринимателями стало 250 человек, большинство – молодежь. В этом им помог проект «Шаг к бизнесу». Мы частые гости на подобных проектах, подобных форумах, взаимодействуем с «Мой бизнесом», с «Бизнес-инкубатором». Многим ребятам мы помогаем составлять бизнес-планы, запускать их стартапы, конечно, при поддержке, благодаря даже, вернее сказать, таким проектам, таким форумам. У нас вот тут ребята пришли, у всех глаза горят, идей полно, а что делать – не знают. А какие есть программы поддержки – не знают. Поэтому они здесь. Самарская молодежь готова зарабатывать в IT-индустрии, обрабатывающей промышленности и оборонном комплексе. Стоит отметить, что Самара входит в топ-20 городов России по реализации бизнес-идей среди молодежи. Сергей Кизоркин, Игорь Казановский, События. В Центре труда и отдыха «Станка» завод 19 и 20 августа пройдет первый хакатон «Креатив на Волге». Это творческие соревнования среди команд по разработке уникальных проектов в разных сферах. На Самарском хакатоне будет пять команд из пяти человек в каждой по пяти актуальным направлениям. Это туризм, сувениры, образование, IT, комьюнити, резидентов креативных кластеров. Кроме того, в рамках интеллектуального конкурса пройдет летний лекторий, лекций и дискуссий на тему урбанистики. Экспертами и членами жюри выступят известные в нашей стране специалисты в сфере креативной экономики. Все пять тем, как нам кажется и как кажется нашим резидентам большому количеству креативщиков, являются наиболее актуальными. Эти темы позиционировались и раскрывались на российской креативной неделе. По ним сейчас будет вестись работа на архипелаге 20-23 в Новосибирске, поскольку развитие креативной экономики и креативных индустрий в целом имеет большое значение сейчас и для Самарской области, и для других регионов России в целом. Конечно, мы не хотим проводить хакатон ради хакатона. У нас есть совершенно конкретные цели. Первое, мы хотим все-таки получить какую-то конкретную идею, которую прямо сейчас можно использовать. Это первая цель. Вторая цель – это получить какую-то команду, которую можно запустить в работу в город или в область. Ну и третья, глобальная цель – получить спонсоров, получить экспертов, получить какой-то проект, который может быть прогремит и будет примером для всей России. Заявочная кампания на конкурс соревнований уже стартовала на сайте хакатона «Креатив на Волге», а также в соцсетях. Финиш в полный 4 августа. Организаторы предлагают всех желающих старше 18 лет принять участие в творческом конкурсе, проявить свой оригинальный подход в бизнесе и разыграть призовой фонд в размере четверти миллиона рублей могут студенты, предприниматели, архитекторы, дизайнеры, урбанисты, IT-специалисты и креативщики из Самары области и других регионов России. Хакатон «Креатив на Волге» проходит при поддержке правительства Самарской области и городского округа Самара. В Самаре продолжается строительство новой станции метро «Театральная». После завершения первой ветки Самарского метро подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. С вводом в эксплуатацию станции «Театральная» интервал движения электропоездов сократится до 7-8 минут. По расчетам экспертов, пассажиропоток в метрополитене вырастет минимум на 15%. Новая станция позволит горожанам без пробок с комфортом добираться с окраин до центра Самары и обратно. И чаще посещать театры, музеи и другие социокультурные площадки. Все работы остаются под пристальным контролем и со стороны областного ведомства, и со стороны администрации Самары. Метро – это очень удобный вид общественного транспорта. Это бы и разгрузило бы дороги в городе, внутри города было бы меньше пробок. И людям было бы удобнее и быстрее бы добираться на работу. Далее коротко о других темах дня. Госдума приняла законопроект об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета. Он предусматривает штраф до 30 тысяч рублей за неявку по повестке военкомат. Штраф до полумиллиона за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации, а также штраф до 400 тысяч рублей за непредставление военкомат списков граждан для первоначальной постановки на учет. В административный кодекс могут ввести штрафы для страховщиков за уклонение от заключения договора ОСАГО. Компании не справляются с этим видом страхования, отказывают водителям такси в его покупке, заявил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Он уточнил, что направлял запрос в Минфин по оформлению полисов ОСАГО для такси. В министерстве сенатору ответили, что сейчас водитель вправе обратиться в Российский союз автостраховщиков, если страховая компания отказывается либо уклоняется от заключения договора ОСАГО. Также прибыль поддержали доходы от ценных бумаг. От них банки получили около 30 миллиардов рублей. Часть доходов принесли и дивиденды от дочерних компаний – порядка 33 миллиардов рублей. При этом количество прибыльных банков в июне выросло с 237 до 245 организаций. Их доля увеличилась с 73 до 75%. В Кенельском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в хранении наркотиков. Во время осмотра хозяйственных построек, расположенных на территории приусадебного участка, ранее судимого безработного мужчины 71-го года рождения, полицейские в присутствии понятых обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения и сушеный куст. Также в теплице были обнаружены 11 кустов растения, внешне похожего на коноплю. Экспертиза показала, что изъятое наркотическое вещество. Задержанный пояснил, что культивировал растения для собственного употребления без цели сбыта. Идет проверка. Российский сервис бронирования отелей и квартир составил рейтинг городов, где можно недорого отдохнуть на озерах и реках в августе. Самые популярные пресноводные водоемы России – это озера Карелия, река Волга, соленые озера Оренбуржья, Селигер в Тверской области, яхты Куль в Башкирии, Байкал в Иркутской области, Абрау в Краснодарском крае и Воронежское водохранилище. Туристы бронируют отдых на пресноводных водоемах в августе на неделю и тратят на проживание от трех до шести тысяч рублей в сутки. С начала года более полутора миллионов туристов посетили Самарскую область. Это на 26% больше аналогичного периода прошлого года. Продолжительность поездки в среднем составляет четверо суток. Наиболее часто в Самарскую область приезжают туристы из Москвы и Московской области. Санкт-Петербург, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областей, Республики Татарстан и Башкортостан, Тюменской и Свердловской области. Самые популярные места отдыха – Национальный парк Самарская Лука, Жигулевский государственный природный и биосферный заповедник и Рачейские Альпы в Сызранском районе. Объем трат туристов в первом полугодии 2023 года составил 10,5 миллиардов рублей, что на 41% больше по сравнению с прошлым годом. Напомним, что пять лет назад Самарская область занимала лишь 23 место в национальном туристическом рейтинге, а последние два года регион уверенно входит в топ-10. Этим летом почти 800 ребят из ДНР и ЛНР станут гостями Самарской области. Отдых и оздоровление детей из Донецкой и Луганской народных республик в лагерях и санаториях Самарской области организовали по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Между Самарской областью и администрацией подшефного города Снежное успешно налажено взаимодействие. Трехнедельные каникулы в учреждениях отдыха и оздоровления с начала лета уже провели 200 ребят от 9 до 15 лет из города Снежное ДНР и 50 школьников из города Сватова ЛНР. В настоящее время еще 100 ребят отдыхают в Тольяттинском санатории в Сосновом Бару на берегу Волги. Для ребят организованы популярные экскурсии, маршруты, интерактива. С пользой проводят летнее время школьники из новых регионов страны и на базе образовательных учреждений. На базе Самарского Государственного социально-педагогического университета отдохнули 293 ребенка из ДНР. В весеннюю смену здесь побывали 93 школьника, в первую летнюю смену еще 100 человек. Радушно встретил школьников ДНР и Поволжский государственный университет сервиса. По поручению Миноборнауки России этим летом вуз принимает три смены детей из Донецкой Народной Республики в рамках федерального проекта «Университетские смены». На площадке Самарской муниципальной информационной библиотечной системы наградили участников международного конкурса «Пишу в стиле Шукшина». Участникам предложили написать рассказы, соблюдая стилистику писателя. С организаторами и номинантами пообщались корреспонденты событий. Валентин Пичугин стал одним из номинантов международного конкурса «Пишу в стиле Шукшина». Как и известный писатель, мужчина знает о жизни села не понаслышке. Валентин живет в селе Богатом Самарской области и является горячим поклонником творчества Василия Шукшина. Я просто очень люблю творчество Шукшина. И специально ездил в гости к нему на Алтай, проехали весь Алтай. Чудесные места, чудесные люди. Это самое главное, наверное. Ни горы, ни долины меня так не поразили, как гостеприимство, а участливость людей. Международный конкурс проводится в Самаре в третий раз. В нем приняли участие поклонники творчества Василия Шукшина из Москвы, Петербурга, Израиля, Белоруссии, Молдовы. Это конкурс для тех, кто интересуется творчеством и пробует свои силы в писательском искусстве, то есть пишет стиль Шукшина. Герои Шукшина у нас это простые люди. Талант высокой простоты. Так говорят о творчестве писателя. Шукшин писал о простых людях. Прототипами многих героев были его односельчане. Писатель жил в селе с Ростки на Алтае. Участникам конкурса предложили написать рассказы в его стиле. Когда много диалогов, интересные образы, обязательно присутствует чудинка. Сам собой конкурс, конечно, был достаточно сложный, но отрадно ощущать то, что каждый конкурсант по-своему готовился. Каждый конкурсант вложил в свою работу частицы своей души. Немало было сказано слов о простонародье, немало было сказано слов о нашей глубинке. Награды победителям вручили в день рождения писателя 25 июля. Интересно, что дипломы и подарки за первые три места уедут на родину Шукшина на Алтай. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. Бесплатно приобщиться к физкультуре и танцам в областном центре можно благодаря акции «Самара в движении». Спортивные городки и танцевальные площадки построены в разных районах города. Много локаций находятся на пляже под Первомайским спуском. Подробности у Светланы Тимофеевой. Сборная Самарской области по пляжному регби тренируется под Первомайским спуском дважды в день. В 6 часов утра и в 6 часов вечера. Команда готовится к чемпионату России, который пройдет в начале августа в Москве. Отдыхающие с интересом наблюдают за игроками. Приходят, смотрят, обращаются. Обычно, знаете, как люди, когда проходят, и они смотрят. Очень много людей смотрят. Даже вот то же самое, например, теннис, да, если взять. Люди так, как бы просто посмотрят, понят, теннис, теннис. А регби все равно зрелищное. Посмотреть, как мужики борются, играют, за мяч борются. В рамках акции «Самара в движении», которая проходит при поддержке администрации областного центра, присоединиться к тренировкам в сборной могут все желающие. Игроки научат, а зам этой игры. Просто движение с мячом, бег, передачка, так, обыгрыш. Ну, ничего такого. Все бесконтактное, все безопасное. Физкультурно-оздоровительная акция «Самара в движении» проходит с третьей декады июня и продлится до конца лета. Тренироваться и танцевать можно самостоятельно или в команде с профессиональным тренером бесплатно. В проекте участвуют спортивные федерации, фитнес-клубы и танцевальные студии. Впервые акцию власти областного центра провели в год чемпионата мира по футболу. Заметив ее популярность, решили сделать традиционный. Расписание акции «Самара в движении» находится в группе Департамента физической культуры и спорта ВКонтакте. Отдельная страничка, где актуальное расписание на неделю выкладывается нашими специалистами. Каждый год к акции «Самара в движении» присоединяются новые виды спорта. Становится все больше и площадок. В этом году они расположены на площади Куйбышева, в парках Гагарина и 50-летие октября, а также на пляже под Первомайским спуском. Городской департамент физкультуры и спорта планирует сделать акцию еще масштабнее. Спортивные городки появятся во всех районах областного центра. Вовлечение горожан в систематические занятия спортом – одна из главных задач нацпроекта «Демография». Его реализация находится на контроле главы региона Дмитрия Азарова. С 2018 года в области открыто около 150 спортивных объектов. Доля жителей губернии, регулярно занимающихся физкультурой, увеличилась с 2017 года в полтора раза и достигла 54%. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Ветер, скорость и адреналин. Яхтсмены со всей Самарской области вышли в акваторию «Волги», чтобы разыграть призы фестиваля регаты Владимира Высоцкого. Традиционная гонка прошла в День памяти великого артиста 25 июля. Имя победителя узнал наш корреспондент Ксения Баканова. Капитан Алексей Максимов и матрос Ольга готовятся к старту. Уникальность их яхты в том, что хозяин построил ее своими руками. Для команды это уже десятая гонка. В парусном спорте все решает удача и мастерство экипажа, говорит капитан. Поэтому победить может любой участник соревнований. Парус – это, наверное, призвание. Один раз попробовал и не смог отказаться. И, наверное, на всю жизнь. Для победы главное – участие. И хороший ветер. Все остальное прилагается. И мастерство экипажа. Всероссийский фестиваль регата памяти Владимира Высоцкого проводится с 2000 года. В этот раз в соревнованиях принимает участие 20 экипажей из Самары и Тольятти. С берега за ними наблюдает группа поддержки, друзья, коллеги и просто те, кто неравнодушен к парусному спорту. Все присутствующие обычно переполнены духом победы, духом регаты, в Волге, в памяти любимого певца. И все, конечно, с удовольствием и слушают, и подпевают известные всем слова. Конечно, всем хочется пожелать победы, всем хочется пожелать хорошего настроения и попутного ветра. Белеет парус, однако он совсем не одинокий. Безмятежный вид со стороны – наивная иллюзия. Прямо за моей спиной происходит настоящая гонка крейсерских яхт по короткой дистанции. Это примерно 2,5 морские мили. Самый красивый цветной парус называется спинакер. Его достают, когда лодка идет полным ходом по ветру. Участники стартовали от острова Голодный. На результат, как правило, влияют течение реки, порыв ветра, и, конечно же, удача. Борьба их смена, борьба с собой и с ветром. Все остальные друзья. Могли лучше, но не знаем. Мы боролись. Гонки всегда классные, это же удовольствие. Бесконечное, бесконечное удовольствие. Классно. Парус вообще рулит всегда. В этом году любители парусного спорта ожидал приятный сюрприз. Изюминка этой регаты состоит в том, что 24 июля у нас впервые за много лет стартовала детская регата. И сегодня мы будем награждать ребят, юноши и девушек на награждение взрослых победителей. Юные спортсмены поделились своими впечатлениями. Мнения разошлись. У кого-то все шло по плану, но нашлись и те, кто удивился результатом гонки. Планы были. Изначально расстроились, потому что не так, как хотели. Потом, как все хотели, а потом резко. Планы очень сильно изменились. Я вообще ни на что не надеялась. Но потом я поняла, что гонка еще не окончилась. То, что ты можешь еще продолжать борьбу. Первую гонку мы выиграли. Я была с моим капитаном на Кадете. Первую гонку мы выиграли. Такие, так, не время расслабляться, нужно идти дальше. Вторую гонку тоже выиграли. Вот, мы уже так чуть-чуть подрасслабились. В третьей гонке нас почти что обогнали. Но наши соперники перевернулись. Я сначала думала, что соперники сильные. Сказали, что там мальчик и Санкт-Петербург один. Но на самом деле они слабые были. Все планы были. Все планы получились. Задуманные. На соревнованиях разыграли призы, медали, переходящие кубки губернатора Самарской области и главы Самары. А экипажу-победителю вручили специальный денежный приз – сертификат на покупку оборудования для яхт. На этот раз победу одержала яхта Санни. Ребята приехали из Тольятти. Говорят, тут важна слаженная работа всей команды. А еще помыть лодку на удачу. Один из ритуалов – это нужно помыть лодку. То есть мы перед регатой все купаемся, моем лодку. Имеется в виду нищие. Парус, порвай парус, каюсь, каюсь, каюсь. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Самарские спортсмены завоевали целую россыпь наград на всероссийских турнирах. Отличились как в личных зачетах, так и в командных соревнованиях. Подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». В Москве на площадках Московской Академии современного пятиборья завершился лично командный чемпионат России по современному пятиборью. Он собрал сильнейших спортсменов со всей страны. Самарский пятиборец Александр Лифанов в личном зачете по итогам пяти дисциплин показал результат 1524 балла и завоевал золотую медаль. Это второе золото на чемпионате страны в карьере пятиборца. Ранее Александр выигрывал турнир в 2020 году. В Чебоксарах завершился чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В рамках турнира прошли открытые всероссийские соревнования «Мы вместе спорт». Самарские атлеты завоевали шесть наград. Никита Прохоров, Роман Андреев завоевали золото, Николь Радамакина и Иван Соколов – серебро, а Елена Попова выиграла золото и бронзу в разных дисциплинах. В Санкт-Петербурге состоялся чемпионат России по водно-лыжному спорту в дисциплине «Вейкборд-катер». Выступали спортсмены из восьми регионов. Представительница Самарской области Мария Кондукова завоевала серебряную медаль в открытой женской категории, уступив сопернице из Санкт-Петербурга Ане Марии Кушковской. В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по спортивной борьбе в дисциплинах грэплинг и грэплинг-ги среди мужчин и женщин. Участниками соревнований стали более 500 сильнейших спортсменов России. В копилке сборной Самарской области 9 медалей – 2 золотые на счету Хамзата Стамбулова и Курбана Кадиева, 2 серебряные и 5 бронзовых. В Московской области прошли Кубок России и Всероссийские соревнования памяти Виталия Кондратьева по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. На протяжении четырех дней спортсмены соревновались на третьем, четвертом и пятом классах сложности. По итогам соревнований в командном зачете сборная 63-го региона заняла второе место, имея в своем активе одну золотую и три бронзовых награды. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары приглашают жителей города за покупками на муниципальную ярмарку на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Там представлена разнообразная продукция – свежие овощи, соленья, мясо и мясные продукты от производителя, молочная продукция, сыры, мед, рыба и многое другое. Добраться до ярмарки можно на трамваях и автобусах. Ярмарка работает с четверга по воскресенье с 8 до 18 часов. В Самарском районе специалисты МФЦ встретились с жителями. Регистрация, подтверждение, восстановление учетной записи на портале госуслуги, информирование о ресурсах и возможностях портала, перечень услуг, которые могут получить жители в рамках выездных приемов граждан специалистами многофункционального центра. Посетить выездной пункт можно без предварительной записи. При себе необходимо иметь СНИЛС и паспорт, сообщает телеграм-канал Самарского района. В рамках мероприятий, посвященных году педагога и наставника, на фасаде школы номер 12 имени героя Советского Союза Сафонова появился новый мурал «Открытие возможностей». На стене изображен ученый, который в одной руке держит книгу, символизирующую богатство накопленных знаний и изучение прошлого. Вторая рука тянется к огромному левитирующему замку, воплощению преград, которые человек может преодолеть в своем стремлении к новым открытиям. Эскиз мурала стал победителем регионального этапа фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «Форум-Арт», сообщает Департамент образования Самары. 26 июля отмечается День парашютиста. Сегодня в России парашютные прыжки с самолетов, аэростатов и других летательных аппаратов исчисляются десятками тысяч, а парашюты применяются в авиации, армии, спорте и других сферах жизнедеятельности человека. Проводится немало соревнований по парашютному спорту, а сегодняшняя дата ознаменовывается Спартакиадой Вооруженных сил России. Аэродром «Кряж» традиционно принимает гостей и участников Спартакиада, напоминает телеграм-канал администрации Куйбышевского района. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова